В Североморске сформировали новую партию книг на русском языке для библиотек и школ Донецкой и Луганской областей. К акции книги детям Донбасса присоединились сотрудники компании «Мурман Энергосбыт». Инициативу североморцев поддержали коллеги из разных филиалов – от Печенге до Кандалакши. Машина доставила на склад с гуманитарной помощью коробки с яркими логотипами «Мурман Энергосбыта». В каждой бесценный груз – детские книги, в том числе из личных библиотек. Дети из своих библиотек отдают те энциклопедии, которые им нравятся. Вы там нашли свою любимую книгу? Да, мне вот очень… «Земля санников» – это моя любимая книга, поэтому я вот ее сейчас второй раз увидела. И думаю, знаете, это значит, в то время, когда мы учились, когда мы росли, это действительно было интересно. И мы делимся своей частичкой, своей теплотой. В своей домашней библиотеке я нашла сборник книг «Дюма» для подростков. Это одна из интереснейших книг приключенческих, написанных, конечно же, на русском языке. Поэтому я буду очень рада, если эти издания найдут свое место на книжных полках какой-нибудь школы Донецка или Луганска. И «Дюма», и «Пушкина», и «Агнию Барто» из рук в руки бережно передали активистам партии и волонтерам. Пожарные добровольцы после своих дежурств несут вахту, помогая сортировать гуманитарную помощь. Без всякой задней мысли добровольно собираемся. Достаточно количество, много людей сюда приходит с филиала у нас. То есть ежедневно работает около от семи человек. То есть, вы сами понимаете, если было бы мало народа, эта процедура достаточно затянулась. Так как требуется достаточно уже в скором порядке отправлять гуманитарную помощь в дальние регионы, поэтому чем больше людей, тем лучше. Со всей области сюда стекаются одежда, вещи первой необходимости, медикаменты. Уже в марте на Донбасс будет отправлено два гуманитарных конвоя, в том числе и с книгами. Мы прекрасно понимаем, за те годы, когда на Украине, увы, русский язык уничтожался, то сейчас в школах очень нужны книги на русском языке. Это художественная литература, это учебники, это энциклопедии. Поэтому акция, которая была объявлена по России, была поддержана северянами. Важно личное участие и желание помочь, быть причастным и поддержать обязательно именно детей Донецка и Луганска, чтобы мы продолжали общаться на одном языке, чтобы нравственные ценности для нас были едины, чтобы мы были понятны друг другу. А это все начинается с детства. Акция продолжается. Все неравнодушные жители Мурманской области могут принять в ней участие.